Первую в регионе учебную квартиру для людей с ограниченными возможностями здоровья на прошлой неделе посетил мэр города. Теперь работу готовы оценить идейные вдохновители – коллеги из Владимира. Именно их опытом воспользовалась местная общественная организация «Грани». Четыре года назад мы представления не имели о том, какая может вестись работа с такими ребятами. И первый раз побывав в Владимире четыре года назад, мы узнали о том, что существует альтернатива проживанию в закрытых учреждениях – это квартиры учебного поддерживаемого проживания. Квартира торжественно распахнула двери в мае. Сейчас там занимаются 20 человек с ограниченными возможностями здоровья. Такие квартиры дневного пребывания работают во Владимире уже около 10 лет, а с недавнего времени у соседей появились квартиры постоянного проживания для инвалидов. Это дает ребятам возможность жить, как обычные люди – учиться, общаться, заниматься любимым делом. Цель у нас одна, чтобы наши ребята жили нормальной жизнью в дальнейшем. Поэтому единственное, чем мы отличаемся, что мы немного впереди. Мы раньше начали, больше уже сделали, но мы хотим, чтобы ивановцы тот путь, который и с ошибками, и с падениями был, они прошли без падения и без ошибок, быстрее. Руководитель Грани рассказала гостям о том, как обустраивали квартиру, как наводили порядок, создавали уют. Впервые учили ребят заваривать чай и готовить. Казалось бы, простые вещи, но им нельзя научиться в закрытых учреждениях. К тому же, по словам Владимирцев, такой подход позволяет экономить казенные деньги. В квартире, в которой у нас живут пять человек, работает четыре человека. То есть, грубо говоря, можно говорить, что один человек на одного. Зарплата вместе с налогами – 20 тысяч. То есть, он государству входит 20 тысяч. А если бы этой квартиры не было, он бы попал в психонерологический интернат, и государство бы стоило, ну, я думаю, Ивановская область не самая бедная, но будем считать, там, больше 40 тысяч, 20-40 тысяч. Вот сравнение. Пока в нашем регионе работает только одна учебная квартира, но после общения с коллегами ивановцы запланировали догнать соседей и создать еще несколько подобных площадок. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.